последний раз я проповедовал как бы тоже на тут примерно на ту же тему которой я буду говорить эта тема последнего времени я просто подхожу от последних проповедях с разных позиций понимаете а жизнь о том как жить праведнику в то время который который бог нам доверил жить и которая называется последним и последний раз я говорил по одному стиху из данила 9 глава если помните о том что враг поступающих нечестиво привлечет к себе лестью отчтущие бога они усилятся даже в последнее время мы говорили это похожее время было наш они усилиться и будет что действовать о помню да хорошо скажите пожалуйста я как бы основная мысль была какая чтобы призвать нас к некому действию да чтобы мы в это время не циклились на проблемах чтобы мы не циклились на том что там что-то получается не получается будет не будет но чтобы мы действовали кто-то принял для себя вот какое-то решение и начал действовать вот скажите кто-то может поднять руку и сказать я что-то вот принял для себя и я начал, что-то изменил в своей жизни. Немного, 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 но есть, есть. Друзья, я хочу сказать, что это как раз тот был случай, когда я сам себя тоже проповедовал, знаете, и я пришел, я помню, домой пришел, и у меня такой страх божий такой, думаю, Сергей, тебе надо действовать. И мы с женой приняли решение, поговорили, да, и мы приняли решение внести некие изменения тоже в нашу духовную жизнь, понимаете, друзья, потому что время такое, мы не можем быть теми, кем мы были вот тогда, до того как, да, нам надо меняться, нам надо действовать. И сегодня тоже где-то в этом же направлении я буду говорить, и начну с того, что в Писании есть достаточно много, не то, что достаточно, а очень много мест, которые несут такой, знаете, огромный заряд духовной силы. И если мы принимаем эти слова для себя как откровения, то они начинают в нас жить и что-то, и производить, тоже производить некое действие. Вот, например, я буквально, вот у меня есть много таких мест, которых я вот люблю, как духовные формулы такие, знаете, размышляю сейчас там над ними. Например, ищите Господа и силы Его, ищите Его всегда. Почему? Да потому что Он наша жизнь, да, потому что мы им живем и движемся и существуем, потому что Он дает утомленным силу, потому что Он наш пастырь, Он скала, на которой мы скроем свое основание своей жизни. Или, я есть им путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Это Иоанна 14,6. Сейчас, наверное, я первый раз и не сказал, да, не высветили. Иоанна 14,6. Оказывается, не то, что оказывается, это мы все знаем, знаете, но весь вопрос, вот как смотреть на это, вот что такое я есть им путь. Знаете, я себе представил человека, я был в таком положении, который в большом незнакомом городе, и вот он, так, вроде бы есть там на телефоне что-то, вот куда-то идти, но ты понимаешь, что ты заблудишься, потому что очень много стрелочек, там улиц много, там и так далее. И вдруг к тебе кто-то приходит и говорит, пошли со мной, я проведу туда. Классно, да? Так вот еще он говорит, пошли со мной, вот главное, будь со мной, я тебя проведу, у тебя все получится, у нас все получится на этом пути. По пути ты узнаешь истину обо мне, о себе, да? И ты получишь жизнь, которую я тебе приготовил. Каждое слово – отдельная проповедь. Каждое слово и в целом. Какое глубокое... Это мое любимое место просто, я часто к нему обращаюсь. И когда эти слова, такие слова, они проникают в наше внутреннего человека, в наше сердце, они как бы прорастают там, да? Они начинают что-то производить, и они становятся как бы нашим духовным ДНК. То есть мы начинаем поступать в соответствии с этими словами. Они меняют нашу сущность, да? Они меняют наше мышление, наше чувствование, наше действие. Мы становимся другими. Друзья, так действует Божье слово. Оно проникает. Оно не должно только здесь быть. Оно должно проникнуть сюда. Здесь должна быть хорошая почва, помните, да? И вот это вот все будет производить вот те благотворные изменения, которые Бог ожидает в нашей жизни. Сегодня я буду говорить буквально об одном слове. Даже не в тот раз мы говорили о стихе, сегодня я буду говорить об одном слове. Это слово Ешоа сказал ученикам в 24-й, он два раза его употребил, в 24-й и 25-й главе. Ну, вы помните 24-ю главу, да? Там, где Ешоа, он рассуждал о последних временах. Там вообще это такое сложное, 24-я глава, она не такая, она простая. Это мы говорим. Там вообще-то Ешо, он говорил о временах, ну, которые будут в ближайшее десятилетие. Эта глава, она как бы собрана из, библеисты говорят, изучающие Библию ученые, они говорят, что она собрана из разных проповедей, из разных мест, просто в одно место для того, чтобы было понятнее, да, что именно вот в этом, что именно об этом времени говорит Ешо. И там говорилось и об истории Иудеи ближайшей, и о тех временах, которые мы, которые, ну, Писание называет Днем Господним, а мы, вот в наше время, мы называем последними, последним временем, имеется в виду перед приходом Мессии. Ешо в этой главе предупреждает, что это будет очень непростое время, и так как нам в нем довелось в какой-то степени жить, мы не знаем в какой, потому что мы же не знаем, но мы понимаем, что мы все-таки живем в нем, да, вот, что оно очень непростое. Прежде всего, оно, Ешо характеризовал его тем, что оно будет характерно прельщением верующих, особенно относительно личности Ешо. Будут, враг, он будет стараться искажать понимание, понимание Ешо, его образа, приписывать ему несвойственные качества личности, и вообще будет много разных лжеместей. Ну, будут времена, тяжелые времена связаны с войнами, военными слухами, эпидемиями, ковидами, ну, и прочими катаклизмами. По причине написано на творящихся беззакониям многие верующие, это Ешо говорит, перестанут верить в Бога, у них охладеет любовь, и они возненавидят друг друга. Я, знаете, я так вот думал, а вот как это, да, как-то трудно это представить. Как это верующие, они будут ненавидеть друг друга. А я вот сейчас думаю, вот смотрите, наши, как бы, братья в России, да, они же благословляют против нас войну. Они реально, но это же надо ненавидеть, правильно, чтобы сказать, идите и убейте, они нацисты, их надо смешать с землей. Я не знаю, вот как это, но я вижу, что, к сожалению, друзья, это есть в большей степени, вот, скажем так, это характерно, и я не знаю, как католикам, но для православия и для протестантизма это очень характерно. Но сегодня, сегодня я не об этом. Я хочу сегодня говорить о том слове, которое Ишо подводит итог, подводит итог характеристики последнего времени. Он сказал ученикам, итак, бодрствуйте. Вот я попрошу, на украинском, тоже пыльнуйте. Ну, как бы, смысл, смысл тот же самый. Будьте, будьте внимательны, да, будьте насторожены. Это слово, которое там, греческое слово, которое Павел там употребил, оно именно внимательно, с настороженность. Я, будучи курсантом, я солдат там не был, но будучи курсантом, я четыре года ходил в караулы, вот, и я знаю, что такое, вот, я как бы, вот, чувствую, что именно вот то, как нас всегда, вот, учили, да, будьте насторожены, потому что все может произойти, и иногда так и происходило, происходили нападения на посты, вот, поэтому им надо быть внимательным. то есть, фактически, смотрите, на что я хочу, как бы, застрить ваше внимание. То есть, Ешо написывает это время, да, ну, мы на нем не застряемся, потому что, ну, как бы, понятно, и так мы много, наверное, проповедей слушаем, да, там, ну, и сами размышляем над этим, вот, ну, он подводит это время, да, он вмещает нашу задачу в этом времени в одном слове. Понимается, да? Он говорит, бодрствуйте, вот, все, что вы должны делать в это время, бодрствуйте, вы не все поймете. Будут разные понимания, ощущения, но вы бодрствуйте, и мы будем сегодня разбираться, ну, я попытаюсь, по крайней мере, со своей стороны сделать так, чтобы мы разобрались, ну, что же значит бодрство, да, вот, в это время, в которое нам довелось жить. То есть, Ешо, он не сказал, знаете, что, друзья, будет тяжелое время, значит, поэтому подумайте, выберите себе хорошую страну, ну, такую, позажиточнее, побезопаснее, и быстренько туда едьте. Ну, я не против того, чтобы люди ездили в хорошую страну, я же не про это, друзья, просто он не видел в этом главного, это первое, да, вот, а во-вторых, если мы читаем откровения, то мы же, мы же видим, что там будет происходить во всем мире, да, вот, и мы не знаем, какая страна больше попадет под раздачу, может быть, Украина, она будет самой благословенной, давайте скажем лучше аминь, аминь. Друзья, на самом деле, я верю в это, ну, вот, может быть, я наивный, да, но почему-то я верю в то, вот, что мы будем благословенной страной, вот, и мне, мне в этом, знаете, как-то, меня в этом поддерживает наша общность судьбы с Израилем, у нас один общий враг, вдохновленный адом, вы чувствуете это? Он ненавидит, он пришел убить, украсть, погубить, да, вот, и он вылез из земли, он как бы вот из земли вылез, вот, как в Израиле, так и у нас, они как будто бы откуда-то из ада вылезли, и одно желание, как почему, что мы шли туда, что мы что-то сделали плохое, мы просто те, кто мы есть, мы ничего, мы не хотим быть другими, вот они говорят, мнения, мы должны быть другими, похожими на нас, и там, и там этого хотят, ну, там вообще хотят, ну, и нас уже тоже, то же самое, то есть, у нас общий враг, но, что мы скажем, не сбудется и не состоится, аминь. И так, он не сказал, едьте куда-то сторон, он даже не сказал, заготовьте там побольше продуктов, там, как-то так, ну, чтобы надежнее было, да, вот, я не против этого, всегда что-то должно быть, ну, и мы же же украинцы, да, а украинцы, они что любят, что все было, так вот, ага, все, я так, я так понимаю, все, что все меня, вообще, в христианстве, достаточно часто, возникают, какие-то пророчества, слухи, и все несутся по магазинам, закупают, и потом, что делают, и потом, вот эти каши, все они куда-то, там, это, выбрасываю, да, голубям, говорят, понятно, вот, то есть, он сказал, друзья, он сказал нам бодрствовать, он в этом слове собрал основной смысл нашей жизни, наших действий в последнее время, и, я думаю, наверное, стоит потратить время, правильно, чтобы понять, ну, что же, что же вот это вот бодрствовать, вот, и я постараюсь, друзья, как-то, ну, сделать это, ну, на практическом, я вообще люблю, когда можно пощупать, понимаете, когда духовные вещи, можно пощупать, может быть, мне придется деталей много говорить, но я постараю, я надеюсь, вот, что мы как-то все-таки разберемся совместно, да, и так, какой смысл вкладывает Ешо в это слово, давайте посмотрим, значит, сразу после, сразу после характеристики 24 главы последнего времени, Ешо дает, скажем так, вводную часть, вот, для того, чтобы мы поняли, что значит бодрствовать, да, он говорит, во-первых, он говорит, что никто не знает ни даты, ни времени, когда он придет, это мы должны запомнить, никто не знает, вот, как бы мы ни пытались, вот, как бы привлекательно не выглядели эти молодые ребята, помните, вот, были они там одно время, там, это, они так убедительно все показывали, думаю, ну, как-то это, ну, Писание, нет, они, ну, так убедительно, да, вот, поэтому мы должны понимать, что мы не узнаем, что бы ни говорили, какие бы пророчества ни говорили, бесполезно, Ешо сказал, все, вот, это первое, второе, Ешо говорит о том, что кто живет не на страже, и считает, что времени еще много, тот наведет на себя погибель, то есть, если кто-то скажет, ну, так, я так думаю, еще там, храма нету, там, туда-сюда, да, то есть, я еще успею немножко погрешить, а потом я покаюсь, а потом все будет, в общем, приготовлюсь, и все будет хорошо, но с искренним Бог поступает как? Искренне, а с лукавым как? По его лукавству, не получится, друзья, Писание не обойдешь, поэтому надо быть, всегда надо быть на страже, всегда надо быть на страже, и Ешо сравнивает ожидания нашего прихода Мессии с ожиданием раба, которому господин поручил свой дом. Рак, не выползший поставленной ему задачи, будет отвергнут господином, а верно исполнивший долг, будет вознагражден. Ну, помните эту притчу о рабе, которому он еще поручил, господин, там господин написал, но мы понимаем, что это господин, поручил ухаживать за делами, следить за делами дома, за то, чтобы давать урочное работникам, следить, чтобы порядок был, а он вместо этого начал гулять и так далее. И пить, гулять, и Ешо говорит, так неправильно, он будет наказан, будет отвергнут господином, а тот, который поступит, который поступит благоразумно, да, и будет следить за домом господина, он получит награду, он получит награду. И интересно, мне, знаете, это так, мимоходом просто, ну, чтобы мы для себя сделали такую, как бы, разрядку, в чем награда? Помните? В чем будет награда? Матфея 24, 46-47, пожалуйста, вы видите? Матфея 24, 46-47. Давайте дальше. Видите? Блажен тот раб, которого господин найдет поступающим правильно. Истинно говорю, что он над всем имением поставит его. Что он сделает? Он поручит ему еще больше работы. Друзья, вот это, ну, не знаю, меня, допустим, это впечатляет. Я это вижу на судьбах служителей, я вижу на судьбах вот наших пастырей, да, и так далее. Чем больше человек, тем больше доверия, тем больше доверия у Бога, и тем большую работу он поручает. Друзья, это касается всех. Я видел людей, которым не нравится этот принцип. Не очень правильно они поступали, и не очень хорошая судьба у них. Это неправильно. Всегда надо стремиться, что угодить своему господину, чтобы он поручил еще больше работы. Но знаете, благая весть в том, что он никогда не дает сверхсилы. Он дает по силам. Аминь. Самое главное, что говорит Ешо, чтобы когда он придет, он нашел нас за порученной работой, за выполнение порученной задачи. И я бы обратил внимание еще на один принцип, чтобы мы не прошли мимо. Ведь некоторые могут застрить свое внимание на том, что раб, не выполнивший, был наказан. И как бы, ну вот, если я не выполню, значит, меня могут наказать, и я буду, значит, стараться что-то делать. Но меня впечатляет другое. Меня впечатляет то, что добрая весть для нас это желание Ешоа что сделать? Вознаградить. Он ожидает не то, что мы не будем делать, он просто предупреждает об этом. А вообще-то говорит, я хочу вознаградить, вас за порученную работу. Поэтому, когда я приду, пожалуйста, трудитесь. Трудитесь для меня, трудитесь, ну и для себя, и для меня, для общины, для города, для страны, для спасения людей. Трудитесь, чтобы я вас что? Вознаградил. И здесь тоже возникает такая мысль, знаете, что, значит, надо что? Надо делать. То есть, трудиться, значит, прежде всего так, надо вот это, надо вот это, вот это, вот это. Практически делай. Правильно. Это действительно так, потому что вера без дел мертва. Но для того, чтобы мы не осуетились, даже в хороших делах, ведь в хороших делах можно осуетиться. Знаете, да? Можно делать много дел, много дел, и забыть главное. Забыть, ради кого мы это делаем, да? И что он нам на самом деле поручил. Вот для того, чтобы мы это не забыли, дальше вот за вот этой притчей, притчей о рабе, да? Ну, о двух рабах, о том, исполнительном и неисполнительном, идут две притчи. Идут две притчи о десяти делах и о талантах. Ну, о талантах вы помните. Сейчас мы будем больше на делах остановимся. О талантах вы помните, да? Что когда господин уходил в другую страну, оставил трем рабам, значит, таланты одному пять, другому два, кому третьему один. Там написано по силам. то, о чем я говорю, Бог не даст нам сверхсилу. Сколько он дал нам талантов, столько же будет и спроса. И поручил им, чтобы они приумно что сделали? Приумножили эти таланты. Друзья, всегда вот нам кажется, знаете, что у нас там какой-то вот один талант. Но я гарантирую, даже на основании этой притчи, да, что на самом деле в талантах всегда есть приумножение. В наших талантах, я имею в виду. То есть у нас кажется, вот это там талант, дар вспоможения, а потом идешь, живешь, работаешь, бак, еще какой-то дар слова уже появился, там еще какой-то дар появился. То есть всегда, когда мы употребляем дары, таланты, ну это тоже можно так говорить, в таком контексте, то всегда идет что? Приумножение. Приумножение. Вот. И, соответственно, мы можем больше, и Бог поручает нам, учитывая то, что у нас больше инструментария для жизни, Он поручает нам что? Больше. Итак, ну, там получилось, там получилось как с этими талантами? Тот, кто пять, он еще пять, тот, кто два, еще два, а тот, кто один, вот, он, нет, решил, говорит, ну, господин, ты вообще-то такой жесткий, вот, я думаю, а вдруг у меня не получится, лучше я что, зарою его в землю, чтобы ты пришел, я тебе его дам, вот, ну, и что ему ответил господин? Лукавый и ленивый раб, вот, выброси его во внешнюю тьму, а тем, которые приумножили, он сказал, добрый и верный раб, да, войди в радость господина своего, и у этого забрать талант и отдать, короче, тем, у кого, у кого, у кого много, вот, это тоже принцип бодрствования, о котором мы будем говорить, но больше я все-таки хочу остановиться на делах, потому что мне кажется, что принцип бодрствования, он больше основан, он как бы вот это сердцевина, сердцевина вот этого понимания, когда Ешоа сказал, бодрствуйте, да, мы помним, что среди этих 10 дел было 5 разумных, у которых было масло для светильников, чтобы встретить жениха, и 5 неразумных, у которых масла не было, 5 разумных, что они вошли в радость жениха, да, а 5 неразумных были отвергнуты, Ешоа жених им сказал, не знаю, не знаю вас, ну здесь разные, здесь уровни откровений есть, да, в этом месте, я остановлюсь на тех, которые, как бы, ну мне ближе, да, вот, ну, которые не то, что ближе, а те, которые разъяснят именно тему бодрствования, вообще, любая, любая притча, она всегда имеет срезы какие-то, да, вот, я остановлюсь на срезе бодрствования, вот, и, истина, если мы говорим о бодрствовании, в этой притче в том, что по причине отсутствия масла, которое символизирует Святой Дух, живущий в верующих, неразумные девы потеряли какие-то важные качества и отношения с женихом, и жених, ну, мы понимаем, что это здесь имеется в виду Христос, сказал неразумным девам, истинно говорю вам, я не знаю вас, ну, кто не верит, это Макфея 25-12, наверное, сейчас покажем, я полагаю, что именно здесь нам надо искать суть бодрствования, то есть, девы по каким-то причинам, вот, пять дев неразумных, да, по каким-то причинам, они что-то, у них чего-то не было, да, они чего-то не прибыли, они что-то потеряли, вот, и они оказались в ситуации духовного, такого духовного краха, ну, и давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Писание, то есть, что должно быть у дев для того, чтобы, кстати, когда я говорю о девах, мужчины понимают, что это тоже к ним относится, а? ну, имеется в виду, что это тоже, потому что, может быть, кто-то думает, да, это о женщинах вообще, со мной все нормально, в порядке, я уже все знаю, не-не, друзья, девы, это, это относится, это относится в духовном плане, это относится ко всем, и любой разговор на тему жизни верующего, я всегда начинаю с одного места Писания, если мы говорим о жизни верующего, если мы говорим о успешности, неуспешности нашего пути, нашего хождения перед Богом, я всегда начинаю с этого места, потому что его не обойти, потому что об этом все Писание, по большому счету, «Бытие 1.27», пожалуйста, вы видите, вот, мы сотворены по образу, по образу и подобию, и по каким-то, ну, мы знаем, по известным нам причинам, в определенный момент времени, этот образ и подобие, они были что? Они были утеряны, и все Писание нам говорит о чем? О том, как возвратить, да, и отношения с Богом были утеряны, да, и отношения, и образ, и подобие в чем-то искажены, даже не утеряны, искажены, искажены, и поэтому все Писание говорит о том, как человек должен что делать? Искать Бога, да, зачем? Ну, чтобы найти образ, по которому он создан. Мы созданы для этого, деяние 17.27, оно говорит, что мы созданы, чтобы искать его, чтобы не найдем ли его, не прикоснемся ли, не найдем ли его, хотя он и близко, потому что в этом, в этом вся, как бы, суть, суть Писания. и с этого начинается, как бы потеря образа, да, и его через все Писание проходит, и заканчивается она тем, что Бог, он в небесном Иерусалиме, да, он живет с теми, кто возвратил, кто нашел Бога, и возвратил, и возвратил этот образ. Иерусалиме, поэтому, поэтому, когда люди потеряли, потеряли отношения, потеряли отношения с Богом, первое, что они должны делать, они должны, что делать, искать, искать Бога, чтобы возвратить, возвратить этот образ. И мы видим причину духовного краха, неразумных дев, они просто по каким-то причинам они не делали этого, друзья. Вот по каким-то причинам, мы будем разбираться, по каким причинам, вот как так получилось, что они этого не делали? И почему они не нашли его, и почему у них не было отношения? Ведь если бы они искали его, ну вот если мы, смотрите, мы хотим с кем-то иметь отношения, то что мы делаем? Мы приходим, да, приносим тортик там, или там, я не знаю, и там чай предлагаем, да, давай мы поговорим, да, давай мы там пообщаемся, расскажи мне, вот как ты жил там, ну я говорю о человеческих отношениях, как ты жил все это время, да, вот расскажи, какой опыт ты приобрел, вот, кем ты работал, там, и там, короче, вот мы так входим, входим постепенно, постепенно, мы больше, больше, больше узнаем, и в конце концов мы можем сказать, кто бы нам что ни говорил, да, ну видим человека в деле, видим в служении, там, в одном, другом, в семье, там, и так, и что мы можем сказать, когда нам скажут, он такой, мы говорим, не, 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 я знаю, он другой, почему? Я имею с ним отношения, я имею с ним общение, и вот у дев у них почему-то не получилось вот это, и Господь им сказал, а я не знаю вас, и возникает вопрос, почему так случилось, ведь, говоря современным языком, эти девы внешне были, ну, обыкновенными верующими, ведь, смотри, вот 10 дев, ну, судя по всему, они были в одних одеждах, да, в белых одеждах, наверное, там, с веночками какими-то, ну, я не очень представляю, как в то время тогда девались, но явно они были в праздничных одеждах одинаковых, у них были одинаковые светильники, наверное, или глиняные там, или медные светильнички у них были, там не было видно, сколько там масла, но внешне, это было, внешне все было, как бы, одинаково, если, если говорить современным языком, ну, на тему современных верующих, то они были вот такие же, вот мы сидим, и откуда мы знаем, ведь здесь явно есть, друзья, и такие, и разумные, и, наверное, а может быть и нет, дай Бог, чтобы не было, это, наверное, в других общинах есть, у нас такого нет, да, ну, в любом случае, друзья, то, что мы сейчас делаем, да, то, что мы сейчас делаем, мы делаем то, чтобы у нас все-таки были разумные девы, аминь, да, то есть мы разбираемся, почему вдруг так получилось, что внешне одинаковые верующие, да, ну, опять же, современным языком, внешне одинаковые верующие, почему-то у них получился разный результат духовной, духовной жизни, и еще вопрос, я бы тоже задал бы вопрос себе, а вдруг мы сами неразумные верующие, неразумные вот эти девы, стоит задать такой вопрос? Я думаю, что стоит, друзья, понимаете, всегда стоит, стоит поразмышлять над этим, потому что, а вдруг? Если анализировать контекст этих двух притч, которые лежат в сердцевине темы бодрствования верующих в последнее время, о десяти девах и притч о талантах, то в основе духовного краха, неразумных дев, и раба зарывшего таланты, лежит что? Друзья, духовная лень, просто лежит духовная лень в выполнении воли Божьей. Ну, это я так определяю. Может быть, кто-то имеет другое мнение, мы потом поговорим после проповеди, потому что у меня еще не так много времени, и мне надо, как говорится, довести свою мысль. Итак, смотрите, то есть, еще раз формулирую, духовная лень в выполнении воли Божьей. Какая Божья воля о нас? Как хорошо. Так духовно, классно так. Мне всегда нравится среди верующих, всегда очень духовно. Ходить в вере. Хорошо. Я вам даю свою версию, я ее сформулировал для себя. Смотрите, я прошу вывести первое деяние 17.27. Деяние 17.27. Примерно, вы уже знаете, Бог создал нас, людей, чтобы мы искали его, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и близко. Не ощутят ли, это для тех, кто любит ощущения, то есть, любит присутствие Божие, наполняться Божие. У нас есть сестры, особенно, которые любят. Это нормально, это все классно, ощущать. Но чтобы они не думали, и чтобы другие люди не думали, что это только в этом найти Бога, вот есть еще дальше, не найдут ли. То есть, и ощущения, и нахождения, они должны быть, они должны быть совместны. Это первая воля Божия. Почему? Мы уже говорили, утрачен образ Божий, да, и мы ищем Бога, то есть, мы его ищем для того, чтобы понять, в конце концов, какими мы должны быть. Бог все для этого сделал. Он дал нам Писание, Он рассказал о себе, Он послал Сына Своего Единородного, и что сказал? Тот, кто видел меня, тот видел Отца Моего Небесного. И мы, глядя на тот же образ, мы что можем делать? Преобразовываться в тот же образ. И это второе из основных, у меня три пункта всего, Второе. Римлян 8.29. Сейчас нам поставим. Вот. Смотрите. Ну, это я просто взял самую суть. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными кому. Образу Божьему. Вот для чего мы ищем, друзья. Мы не просто ищем Бога для того, чтобы знать о Нем. Бог говорит, теперь, друзья, преображайтесь в тот же образ. Каким образом? Как в зеркало, глядя в другом месте, как глядя в зеркало, преображайтесь в тот же образ из славы в славу. То есть есть путь преображения. Сегодня одна ваша слава, завтра больше отражается Господь в вас. Другая слава, послезавтра третья слава. И таким из славы в славу. Это путь Божий для своих детей. Он хочет вести нас откуда? Как? Из славы в славу, чтобы больше и больше Христа оно отражалось в нас. Итак, искать Бога, преображаться в Его возраст, образ. И третье, это уже, наверное, понимаете, в еврейской традиции можно говорить, что хочешь. Никто не скажет, что это неправильно. Наоборот, еврейские учителя, они любят, когда просто дети, они не боятся. У нас еще вот это греческое мышление, понимаете, а вдруг я скажу, и меня посчитают не очень умным или не знающим. Не бойтесь. Итак, друзья, третье, это Ефесянам 2.10. Наверное, кто-то уже знает. Вот оно. Ну и обратите внимание, что не просто на добрые дела, а которые Бог предназначил нам исполнить. Еще, друзья, есть путь поиска предназначения добрых дел. Ну, вы помните, Римлянам 12.1.3, да? Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предайте тела ваши в жертву живую, благую, угодную Богу, и не сообразуйтесь веком Сим, но преобразуйтесь обновлением вашего вам, чтобы вам познать, что есть воля благая, угодная и совершенная. Это тоже вот об этом оно, понимаете? Вот, чтобы которое он предназначил нам исполнить. И, знаете, некоторые так и делают. Они ничего не делают, они ждут, пока Бог им это скажет. Вот мне Бог ничего не говорил, значит, я ничего делать не буду. Дело очень многое. Если вы не знаете, подойдите ко мне, подойдите к пастору Василию, к Саше Домрачеву, коменданту. Мы все расскажем, понимаете? Это, когда вот мы точно не знаем, допустим, кому там тем быть, вот тем, куда поехать и так далее. Друзья, у нас всегда очень много дел. Да, Наташа? Как минимум, запишитесь в творческую группу, да, и все у нас получится, и будет очень интересно. И вот, друзья, вот это вот, вот, я так понимаю, вот причина, причина, почему у дев не получил. Они что-то не делали. Вот, они не исполняли волю Божию, они не искали Бога, они не проображались в Его образ. И поэтому, когда они ему пришли, ну, чисто по-человечески, он им сказал, а я вообще не помню, когда мы встречались. Я не помню, когда мы разговаривали другу, когда мы делились пониманиями, откровениями о себе. Я не помню это, я не знаю вас. Понимаете, как обидно, да? Мы всегда нужны размышлять над этими тремя пунктами, друзья. Это, это очень важно. Не просто, ну, как бы, некие духовные вещи такие, знаете, вот, как я ищу, нашел ли я, преображаюсь ли я в Его образ, делу ли я дела, вот, которое прославляет Его. Ведь мы не просто должны делать дела, а делать дела, которые Его прославляют. Аминь. И теперь, вот, как бы, последний блок, друзья, на который, на который я хочу, такой практический блок, чтобы мы почувствовали, да, а вот как мы сами, вот, ну, чтобы мы сравнили себя с делами, да, вот, такой, вот такая у меня мысль. Я попытаюсь, как бы, местами Писания показать, что мы можем сравнить, у нас есть практические вещи, такие духовные маркеры, да, которые показывают, а мы вот как вообще по сравнению с этими делами разумными, неразумными, где мы, на каком мы месте. И в этом нам поможет Рав Шауль, апостол Павел, 1 Коринфянам, 2 и 3 глава. Здесь Павел рассматривает три категории верующих, находящихся в общине Божьей. То есть он пишет 1 Коринфянам, не самая благополучная коринфская церковь, в не самом благополучном городе, похожем на Одессу. Такой городок, там нравы такие веселые, знаете, там храм Афродиты с тысячей этих проституирующих жриц, да, и так далее. Там кругом стены расписаны всякими непристойностями, да, люди живут как хотят, там сводятся, разводятся, там, в общем, ну, такое непростое, непростой город, непростое время. И вот у них происходят некоторые ситуации, и Павел им пишет и описывает три, он как бы обращается, он говорит, среди вас, вот как бы есть вот три группы людей. И, друзья, вообще-то человек за это время особенно сильно не изменился в отношении греха, там, отношении с Богом, да, вот как были такие, такие же люди, поэтому это относится и к нам. И смотрите, что он говорит, что среди вас есть люди душевные, верующие душевные, да, ну, можно назвать, скажем так, почему верующие, ну, потому что они среди нас, душевные, есть плоские, и есть какие, духовные, ну, в другом месте написано совершенные. Ну, совершенные, это не в том плане, что беленькие с крылышками, а совершенные в том плане, они такие, какими, в принципе, Бог хотел бы видеть. Ну, характеры, конечно, не очень там и так далее, но Бог говорит, нормально, все, я люблю и таких, я с ними буду работать. Вот, главное, чтобы вы что? Чтобы вы были духовными, да, вот, а совершенными, это мы поработаем. И Господь всю жизнь, он с нами, ну, всю нашу жизнь имеет, он с нами работает, и мы все усовершаемся, усовершаемся, да, и он проводит нас, и славу, и свои славы, и славу. И вот, смотрите, вот теперь вот посмотрите на вот эти вот категории, и я попытаюсь их характеризовать, ну, как служитель, может быть, я, может быть, не полностью, но в целом я так попытаюсь характеризовать, чтобы мы посмотрели, на кого мы похожи, чтобы, может быть, Господь нам скажет в это время, кто мы, да, вот, к какой категории относимся. Итак, 1 Коринфянам 2,14, душевные, да? Он не принимает душевный человек того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надо судить духовно. Это нерождённый свыше человек, вот, вполне возможно, что здесь тоже есть эти люди, вот, обычно они узнаются по душевным, суетным разговорам и интересам. Вот, выходим с проповеди, да, вот, и мы с такими людьми, о чём говорят, как будто бы ничего не было, да, то есть, вот там, туда поехать, туда, там стоит столько-то, вот там нормально купить можно, там туда-сюда. Я не в том плане, что нельзя говорить, я тоже на эти темы говорю, всё нормально. Я просто, душевные, они на эти темы говорят всегда. Вот, чем они отличаются. Вот, то есть, ты говоришь, что-то там о Боге, он так ждёт. Ну, когда ты закончишь, короче, это же неинтересно. Вот, интересно, вот, давай мы вместе с тобой, у тебя есть машина, давай мы вместе с тобой мотнёмся, там купим, там продадим, потом, короче, вот так вот. Они всегда заняты какими-то такими меркантильными, значит, разговорами, интересами, всё остальное для них неинтересно. Они вообще не понимают, почему мы радуемся, почему мы танцуем здесь, это с какой радости, вина не пили, понимаете, в шашлыке не ели, вот, они танцуют здесь, они, наверное, притворяются. И вот они присматриваются, это, и думают, они, наверное, притворяются, их не интересует, особенно Библия, почему? для этого надо родиться свыше, для этого надо, чтобы Дух Святой учил, да, вот. Им неинтересны проповеди, но они ходят в общину, какое-то время они ходят, почему? Ну, здесь нормальные люди, никто не пьёт, не валяются, там такого, знаете, нет грубости, говорят о хорошем, и с ними можно поговорить, можно кофе попить, там, и так далее, вот. Они спокойно проходят мимо вздокет, их не касается, если кладут, то там такую небольшую бумажку, иногда порватую, мы иногда, друзья, иногда мы берём и порватые деньги, и так смотришь, думаешь, ну, человек, ну, может, не надо, лучше бы ты не дослал её, ты же Господу, как бы, это же не нам, ты же, для его славы, для того, чтобы люди спасали, многие из них уходят, но многие остаются. Друзья, и знаете, в чём благая весть? Благая весть в том, что мы все были душевными. То есть, это состояние, оно не навсегда, вот в этом благая весть. Я помню, мы с супругой пришли в свою первую общину, Оля, что мы делали? Мы полгода ходили только на пробоведь, потому что, извините, на эти песенки, чего туда ходить? Они там вообще какие-то не очень нормальные. Я хорошо помню это состояние. Мы ни с кем не разговаривали, не потому, что мы гордые, да? Я вот не знаю, почему мы не разговаривали, а может, гордые были, Но мы ни с кем не разговаривали, к нам подходили, к нам подходили, нам улыбнали, да, да, раз, и быстренько на машину и уезжали. Мы слушали пастора. Почему? Нам, он, он дело говорит, вот, надо понять, вот, что, что он говорит. Знаете, я благодарен Богу, что я не ушел, что мы тогда не ушли, чтобы не посчитали это безумием. Господь все-таки коснулся. Ну, я думаю, что это каждый переживал из нас, да? Вот. Знаете, не страшно быть душевным. Друзья, страшно оставаться душевным все время. Не переживать Бога, не стремиться к Нему, да? Душевные, то приходят вообще, но то не приходят. Там раз, вот есть люди реальные, в нашем общении, там раз в пару месяцев появятся, отметятся, уйдут. Им это не надо, это не главное, понимаете? А это ведь важно. Писание говорит, не оставляйте собрания своего. Ну, не знаю, узнает кто-то там или нет. Вот. Ну, как я говорю, благая весть в том, что первое, мы были, мы все там были. Вот. И благая весть, и не то, что весь, а вот, скажем так, мы все можем сказать спасибо Господу, что все-таки мы остались в общении. Аминь. С Господи. Аминь. Второе. Плотские. Интереснейшая категория. Спасибо. Интереснейшая категория. Первое. Коринфянам 3.3. Этих людей, друзья, я хочу сказать, это рожденные свыше люди, но они плотские. Я знаю, что некоторые не верят в то. Я знаю одну сестру, которая посмеялась, когда я ей сказал, я не буду называть ее имени, но она посмотрела, ну как это рожденные свыше может быть плотским. Да может быть, друзья. Может быть, потому что, когда мы с категории душевных переходим в категорию плотских, а по-другому не бывает. Мы не можем сразу в духовные, потому что мы же не изменились, с нами еще Бог не работал. Понимаете, как мы можем измениться? Мы переходим в категорию плотских. Чем они отличаются? Вот, смотрите. Они живут по человеческому обычаю. Ну, так, условно говоря, как мир, как мирские, да? Обижаются там на всех. Почему? Потому что любви нету, потому что их не кружат, не носят. Вот, потому что им все должны. Почему так должны? Ну, потому что должны, да? Вот, потому что служение вот там Сергея Михайловича не то проповедует, вот, это, прославление тоже не такое и так далее. Понимаете, вот, они знают все, как надо, но ничего делать сами, конечно, не делают. Почему? Они плотские. Им должны делать, да? Ну, то есть, это люди, которые живут, вот, как мы сказали, то есть, они похожи на мирских людей, но они уже идут за Господом. Им нравится община, им нравится общение с Богом, им нравится поклонение, они наслаждаются этим. Все нормально, но характерец еще тот. и в чем-то, к сожалению, это, это оно шлейфиком там тянется, хотя мы переходим в категорию каких? Духовный, да? Категорию духовный. Друзья, в плоском состоянии, в плоском состоянии человек может находиться очень долго. Он может годы находиться, может десятилетия находиться. Очень важно определить, чтобы не быть в плоском состоянии, потому что душевные, ну, и, то есть, категория неразумных дев, это вот она, она в основном, они, вот это поставщик, да, как бы кандидатов, неразумные девы. Духовные. В другом месте Павел называет их совершенными. Первый Коринфянам 2.15. У меня уже немного осталось. Ну, еще. Первый Коринфянам 2.15. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ну, и, как я говорил, духовный, это не обязательно белый и пушистый, да? Это в чем-то еще с плоскими там, замашками, да? Но это уже человек, уже другой человек. Чем он отличается? Он ищет Господа, он понимает, что надо преобразовываться в его образ, служит ему, прославляет его своими делами. Он может иногда непроизвольно грешить, не специально, непроизвольно грешить, упасть. Бог с ним работает. Мы из евреев, да, там, обличает, наказывает, бьет, работает с ним. Он снова поднимается и идет. Праведник 7 раз упадет, ну, лучше меньше. Вот, 7 раз упадет и это, и потом, поднимется. И, если меня спросят, какие в духовном основные качества, я отвечу, он вряд ли совсем совершенен в характере, это я так вот для себя определял, да? но он явно любит Бога и людей. Он слуга, это первое. Он ответственен и он очень надежен. Согласны? То есть, это можно, это то, что мы можем, то, что мы можем пощупать. Знаете, и я очень благодарен Богу за то, что в нашей общине много таких людей. Очень много таких людей. Это реально, я говорю, я говорю совершенно искренне, потому что я с этим сталкивался, сталкиваюсь постоянно. Я вижу много надежных слуг, которые готовы подставлять свое плечо, к которым обращаешься, говоришь, ну, я не могу, сможешь ли ты вот это вот подстраховать, сделать? Да, я смогу. очень ценю эти качества, очень благодарен Богу, друзья. Я мог бы здесь очень много говорить и вспоминаю со многими, вспоминаю со многими из вас это время, ну, когда я видел вот эти качества. Я очень благодарен Богу. Я верю, что такие люди это Божья слава. Я всегда воздаю славу Божью за таких людей. Аминь. И у нас еще, кроме того, подрастает славная молодежь. И среди них тоже много, много таких. Я очень благодарен Богу за то, что это люди, вот знаете, что наша молодежь именно любит Бога, любит людей, надежные, с ними можно, на них можно положиться. Ну, не совсем совершенный характер бывает. А что, мы были там, мы совершенные, да? Самое главное, молодежь, мы рады, что вы у нас есть, мы очень ценим это. И когда мы говорим, когда мы благодарим Бога за вас, это совершенно искренне. Давайте воздадим Богу славу за нашу молодежь. Ребята, это вам. Спасибо, что вы у нас есть, мы очень ценим каждого, мы очень ценим каждого из вас. И, друзья, что я хочу сказать, я уже подхожу к своему завершению. Сейчас вот я, вот эти вот, как-то, видно, да, то есть мы можем себя соотнести с неразумными, разумными делами, да? То есть можно пощупать уже как-то, хоть как-то можно пощупать это. И я думаю, друзья, что среди нас нету ни одного, кто сказал бы, а у меня все нормально, мне не нужно, у меня уже все хорошо, у меня уже все хорошо, я точно попаду в категорию разумных дел. Друзья, у каждого Бог дает, знаете, Бог дает возможность каждому из нас вот, первое, понимать, где мы находимся, а второе, инструментарий, да, инструментарий, как вот переходить вот из категории в категорию, вот как из душевных перейти в плотские, из плотских в духовные, да, вот как возрастать в духовности, вот, и я бы, наверное, только бы один приобрел, показал бы вам только одно писание, это последнее, которое сегодня мы рассмотрим, это Титу 3-4-7. Когда же явилось, вот когда мы были душевными, да, вот, когда мы были душевными, там, со всеми вот этими делами, явилась благодать и человеколюк, и спаситель нашего Бога, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом. Не убирайте сейчас вот это. Друзья, обратите внимание, пожалуйста, обратите внимание, это самое главное, что всегда мы должны держать в поле своего зрения. Мы спасены баню возрождения и обновления Святым Духом. Вот что нам помогает, вот что нам, это Божий инструментарий возрождения, то есть сначала родиться свыше, возрождение, да, и обновление, которое будет как долго длиться? Всю жизнь, до прихода до прихода Ишуа там или как-то по-другому, да. Баню возрождения и обновления Святым Духом. Давайте дальше. Которого излил на нас обильно, это Бог, через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Вот, друзья, тема бодрствования, да, вот то, о чем я хотел сказать. Вы знаете, обычно, когда говорят о бодрствовании, все-таки как-то больше говорят, не грешить, вот как-то так, вот знаете, то есть быть теми, вот кто мы есть и что-то делать, да. Ну вот, например, если бы я начал свою проповедь с того, смотрите, давайте бодрствовать. Первое, не читать или читать, ходить, не ходить, юбка такая, всякая, значит, там, одежда такая, другая, вот. Если бы, то есть, получилось бы как, что вот мы, какие есть, да, и мы что-то делаем, ну, это, это не то, это, это не меняет нас, это не меняет обстановку вокруг нас, это не делает нас борщу, вообще борщу, вот самое главное, это исполнять волю Божью в нашем предназначении, искать Бога, преображаться в Его образ и делать те дела, которые Он предназначил нам исполнить, в другом месте написано, из-за которых люди будут воздавать славу Богу. Аминь. Теперь, друзья, знаете, что мы, давайте мы поднимемся, вот, и давайте мы попросим, это, я верю, что Господь сегодня нам говорил, даже через такой несовершенный инструмент, как я, что-то Он давал нам, какие-то понимания, да, для того, чтобы мы не ушли сегодня такими, какими мы есть. Давайте мы попросим Духа Святого, который является той личностью, которая помогает нам все-таки быть бодрствующими делами, да, разумными, разумными делами. Давайте мы сейчас попросим Господа, чтобы Он послужил нам Духом Святым, да, чтобы Он более глубоко то, что мы слышали, что помог понять, растворить, верою, да, и чтобы это принесло плод. Согласны? Да? Аллилуйя, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Боже! Славим Тебя, благословляем имя Твое, Боже! И мы благодарны, драгоценный Господь, что Ты хочешь, Боже, вести нас тем путем, который нам должен идти по этому пути, который, Ешо, который, как ты сказал, я есен, путь, истина и жизнь. И ты хочешь, Боже, поднимать нас, ты хочешь, Господь, изменять нас, Боже, ты хочешь благословить нас, Боже, у тебя много милости, Господь, достаточно милости, благодати, Боже, для того, чтобы эти благотворные изменения, они произошли в нашей жизни, чтобы в это время, Господь, такое непростое время, Боже, чтобы мы бодрствовали, Боже, чтобы мы менялись, Боже, Господь, Дух Святой, мы просим Тебя, послужи нам, сейчас, Боже, мы будем поклоняться Тебе, Господь, мы просим, чтобы в это время Ты касался наших сердец, Боже, мы просим, чтобы Ты работал с нашими сердцами, Господь, чтобы Ты работал с нашим внутренним человеком, очищая, просвещая, наполняя нас собой в имя Ешуа Мессия.